Поддержку волонтеров обсудили сегодня в Доме правительства. О том, как планируют стимулировать тех, кто работает по зову сердца, Ольга Пырочкина. В последнее время в Чувашской республике бурно развивается поисковое движение. За последние два года поисковых отрядов стало в два раза больше. Это 32 поисковых отряда. Это около до 1000 человек. За прошлый год проведены экспедиции в республику Крым, Севастополь, в Ленинградскую, Новгородскую, Мурманскую области. Найдено 86 останков бойцов. Поисковое движение, поддержка ветеранов, проведение массовых мероприятий и акций, уход за безнадзорными животными, пропаганда здорового образа жизни и просвещение населения в вопросах оказания первой помощи. В Чувашии волонтерское движение развивается в самых разных направлениях. Волонтеры-медики помогают нашим врачам в медицинских больницах участвовать в оказании медицинской помощи на спортивных и массовых мероприятиях, что помогает будущим медикам уверенно чувствовать себя при любых, если на ситуациях. Волонтеры идут, что называется, по зову сердца. Однако в год, который назван в нашей стране, годом добровольца, правительство приняло решение развивать и систему стимулов. В Чувашии действует более 1600 добровольских волонтерских объединений, которые насчитывают почти 47 тысяч добровольцев. Желание у людей есть. Мы, конечно, будем работать только над тем, чтобы их поддержать, стимулировать. В Чувашии внедрили так называемый стандарт поддержки волонтерства, который содержит в себе 9 пунктов от правового сопровождения до финансовой помощи. В целях стимулирования деятельности добровольцев в Чувашской республике ежегодно проводятся различные конкурсы для предоставления субсидий и грантов социально-ориентированным коммерческим организациям, добровольческим организациям. Пока в Доме правительства обсуждают меры поддержки, в организациях идет работа. Впереди горячая пора, 9 мая. И волонтеры снова будут провожать бессмертный полк, раздавать георгиевские ленточки и зажигать свечу памяти. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.